Поблагодарив всех, кто оказал содействие в организации конкурса, уважаемых членов жюри и, конечно, самих виноделов, генеральный директор компании «Вина и воды Абхазии» Николай Ачба отметил, что участников было меньше, чем ожидали в оргкомитете. У каждого есть друзья, соседи, которые занимаются вином и делая виноделиями, делают вино. Не надо стесняться. Пусть приносят на следующий конкурс образцы. Мы только помогаем, мы никого не критикуем, не ругаем. И, слушайте, чем дальше, тем понятнее будет каждому из вас и каждому из виноделов, куда двигаться. И какое качество вина сегодня востребовано в нашей республике и во всем мире. Мы не отдельная страна, мы не можем делать какое-то вино, которое, ну как вам сказать, которое никто в мире не понимает. Мы часть большого мира виноделия, поэтому наше вино должно соответствовать всем мировым стандартам. И в этом «Вина и воды Абхазии» готовы поддержать всех виноделов страны. В этом году специалисты компании отобрали 95 образцов из 47 дворов для участия в конкурсе. К этапу дегустации было допущено 24 образца из 15 крестьянско-фермерских хозяйств. Две бронзовых, пять серебряных и две золотых медали были вручены в трех номинациях. Белые вина, Изабелла, красные вина. По словам руководителя лаборатории Жанеты Асатурян, создатели красных вин, в этом году потрудились значительно лучше, чем белых. Впрочем, у этого есть логическое объяснение. Белое вино приготовить в домашних условиях – это сложно и проблематично. Не имея холода, не имея соответствующего оборудования, сделать белое вино очень сложно. Но что разочаровало в этом году, то, что вино, выработанное из винограда сорта Изабелла, которое произрастает чуть ли не в каждом дворе, тоже было сделано не очень-то хорошо, потому что мы ожидали, что будут лучшие результаты. Но ничего, есть следующий год, и мы надеемся, что ребята будут обращаться в сезон, когда виноград начнет созревать, ребята будут обращаться к нам, и мы, естественно, им будем помогать во всем, консультировать. Молодой винодел Адамур Ахба получил золотую медаль национального конкурса абхазских вин. Его мальбэк набрал 82 балла по результатам конкурсной дегустации, которая, напомню, проходила анонимно. Адамур второй год участвует в конкурсе и признается, что сегодняшний результат получен путем учета всех прошлогодних советов. Мы делаем все для того, чтобы наше окружение пило достойное, хорошее вино. Мы очень сильно благодарны Сухумскому винзаводу, винной воде Абхазии, за то, что организовали, устроили такой конкурс. В следующем году будем стараться, чтобы это было все лучше и лучше. В прошлом году мы заняли третье место, в этом году мы заняли первое место. А в следующем году есть на что стремиться. Будем делать все для того, чтобы нам было классно. Наибольшее количество баллов – 83 – набрал винодел Денис Амичба и его Саперави. Денис также второй год участвует в конкурсе. По его словам, помимо прочего, именно соревновательный дух вызвал желание совершенствоваться. И вот два из четырех представленных им вин получили награды – бронза за белое и золото за красное. К этому году я уже готовился более серьезно, потому что сам конкурс, он придает больше стимула, мотивации делать более правильное вино, то есть более осторожно подходить к этому. Ну, само участие мне было интересно, понять вообще вино, насколько оно конкурентоспособно. Вот, ну и результаты, они как бы вот… Я думаю, каждый винодел уже старается сделать правильно вино, то есть без ошибок, то есть более такой, более такой тщательный подход. Вот. Ну, естественно, начинаешь больше интересоваться там и литературой. Дали, то есть, ну, вино – это такой продукт, очень такой тонкий и требует очень осторожного подхода. Первое место за лучшее белое вино и гран-при конкурса никому из производителей не присудили, так как никто не набрал необходимое количество баллов от членов жюри. Сергей Гадли, Химца Киут и Алмаз Атлиба получили серебряные медали за лучшее красное вино. Хаджират Клиценя – обладатель серебра за лучшее белое вино. Алхасу Джуупой вручили серебро за вино из сорта Изабелла, а Станиславу Агума – бронзу. Спецприз от Министерства сельского хозяйства получил Хаджират Клиценя, а спецприз от партнера конкурса компании Амубайл Адамор Ахба. После церемонии вручения гостей и участников пригласили на дегустацию.